Эфир канал ОТС продолжает программу. Экстренный вызов. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Жестокому отчиму предъявили обвинение сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Резонансное дело о гибели 10-летнего мальчика поступило в Новосибирский областной суд. По данным следствия, в период времени с августа 2021 года по февраль 2022 год в доме по улице Лесково в Октябрьском районе города Новосибирска обвиняемый систематически наносил побои малолетнему, а также его матери. В феврале прошлого года третьеклассника забрала скорая в тяжелом состоянии. Он был в коме. Через три часа мальчик скончался, так и не приходя в сознание. Сначала дело возбудили только по статье «Истязание». Но в ходе расследования сотрудники СК пришли к выводу, что Иван Колесников убил пасынка и причинил вред здоровью своей сожительнице. Фигурант настаивал, что он потерпевшим не издевался, а просто воспитывал. Приговоры мужчина дожидается в СИЗО. Сегодня меру пресечения ему продлили еще на шесть месяцев. Рассматривать дело по существу начнут через две недели. Адвокату таксиста, который год назад зарезал неадекватного пассажира, не удалось обжаловать приговор. Водитель утверждал, что был вынужден взять в руки нож, поскольку клиент вел себя агрессивно и хотел отобрать у него машину. Однако Фемида пришла к выводу, что в действиях обвиняемого не было ни обороны, ни превышения ее допустимых пределов. В сентябре Перомайский районный суд приговорил Сергея Салтевского к девяти годам колонии строгого режима за умышленное убийство. 24 января 2022-го молодой человек и девушка заказали такси, чтобы доехать от КСМ до улицы Твардовского. Но по дороге пара решила изменить маршрут. Водитель отказался между ним и 27-летним клиентом. Завязалась словесная перепалка. Пассажир несколько раз ударил шофера по лицу. В ходе конфликта у Салтевского возник преступный умысел на причинение смерти потерпевшему. Реализуя свой преступный умысел, вооружился ножом, вытащил потерпевшего из автомобиля и нанес потерпевшему не менее трех ударов в жизненно важные органы. Таксист остановился на разъезде Иня и попросил помощи у проезжавших мимо водителей. Испуганный извозчик кричал, что агрессивный пассажир угрожает ему и пытается забрать машину. Позже на допросе шофер признался следователю, что достал нож, чтобы припугнуть клиента. А тот в ходе потасовки якобы сам напоролся на лезвие. Ключевой свидетель по делу девушка убитого в суде подтвердила, что конфликт спровоцировал сам Юрий. Согласно показаниям Салтевского, пассажир вымогал у него 2000 рублей на наркотики. В противном случае обещал прикопать на кладбище. Сергей, скажите, сожалеете о том, что за жизнь наркомана вам такой серьезный срок дали? Могли поступить иначе в тот момент? Нет, не мог. Он и действительно угрожал. Противоправное поведение потерпевшего судья посчитало смягчающим вину Салтевского обстоятельства. Но не нашло оснований для переквалификации обвинения на превышение пределов необходимой самообороны. Добиться сатисфакции адвокат осужденного попытался в апелляции. Но вышестоящая инстанция внесла в решение районных коллег лишь незначительные правки. В целом же приговор Первомайского суда оставлен без изменений. Прокурор области Александр Бучман поддержал обвинение по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Кровавая разборка собутыльников произошла в октябре прошлого года. В одной из квартир дома в переулке Серафимовича в левобережье Новосибирска двое мужчин поссорились из-за женщины. На почве ревности обвиняемый схватил кухонный нож и воткнул его сопернику в бедро. Одного удара оказалось достаточно, чтобы вечеринка закончилась фатально. В результате причиненного ранения потерпевший скончался на месте от массивной кровопотери. Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Обвинение переквалифицировали, а срок уменьшили. На апелляционной инстанции изменила приговор Первомайского суда под дело о передаче взятки сотруднику режимного учреждения одним из сидельцев. Жестное лицо после того, как Губкин неоднократно к нему обращался с вопросом дачи ему взятки за неправомерные его действия, а именно пронос запрещенных предметов, доложил указанные обстоятельства своему начальнику рапортом, после чего было принято решение проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на фиксирование указанных противоправных действий Губкина. Передача 12 тысяч рублей за пронос в зону двух мобильных телефонов прошла под контролем оперативников службы собственной безопасности. По итогам разбирательства Сергея Губкина приговорили к реальному сроку. С учетом его предыдущих криминальных заслуг, а наказание он отбывал за многомиллионное мошенничество с квартирами, окончательно к отбытию фигуранту назначили три года и один день лишения свободы. Однако апелляционная коллегия признала недопустимым доказательством его явку с повинной, а обвинение переквалифицировало сдачи взятки на покушение, уменьшив срок на шесть месяцев. Приговор вступил в законную силу и теперь из колонии общего режима уголовника по прозвищу «Большой» переведут на строгую зону. Бывшего главу Блючанского сельсовета и Товчановском районе Новосибирской области признали виновным в превышении должностных полномочий. Следствием и судом установлено, что в 2019-м Николай Мищенко незаконно подписал акты приемки водопроводных сетей. В итоге за реконструкцию объекта, которая на самом деле не проводилась, подрядчик получил полтора миллиона рублей из муниципальной казны. Мужчина признал вину в совершенном преступлении в полном объеме. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев. Кстати, коллега осужденного, бывший глава озера Караченского сельсовета того же Чановского района, еще ожидает решение суда. Силовики УФСБ уличили Виктора Сырыгина в коррупционном преступлении. По некоторым данным, чиновник за покровительство и лоббирование интересов коммерсантов брал взятки стройматериалами и печной дверью. И самая последняя новость с этой территорией. По информации источника экстренного вызова, следком возбудил уголовное дело в отношении самого главы Чановского района Новосибирской области. Пока никаких официальных комментариев нет. Известно, что претензии связаны с вводом в эксплуатацию важной для местных жителей насосно-фильтровальной станции. Подробнее расскажем в следующих выпусках программы. Накануне в администрации Краснозерского района тоже прошли обыски. Насколько известно, следственные действия вызваны разбирательством по скандальному делу с приобретением аварийного дома для многодетной семьи. Заместителю руководителя Сергею Блинову предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями и взяли под стражу до середины февраля. Как считают правоохранители, прошлым летом он без экспертизы приобрел аварийное строение и вручил ключи от него нуждающимся. Правда, сделка вызвала много вопросов. Дом непригоден для жилья и продавался последние 10 лет по цене гораздо ниже той, которую чиновники провели по документам. Помог подрядчику выиграть тендер на возведение детского сада в селе Марусино и оказался на скамье подсудимых в Центральном суде Новосибирска. Экс-руководителя областного управления капстроительства приговорили за превышение полномочий. Директор регионального управления капитального строительства предложил коммерческой организации самостоятельно осуществить подготовку необходимой проектно-сметной документации объекта. После этого подготовленная документация в нарушении закона не прошла государственную экспертизу, а директор УКС дал указание подчиненным направить аукционную документацию в региональное министерство строительства для размещения в единой системе закупок. По версии следствия, Владимир Мурзин еще до размещения информации о торгах предложил побороться за выгодный госконтракт своему хорошему знакомому из компании «Инвестстрой». При этом чиновник создал коммерсанту все условия для победы. На возведение детсада из бюджета выделили больше 145 миллионов рублей. Однако подрядчик при выполнении работ нарушил требования нормативной и проектной документации. Эксперты признали здание аварийным еще до окончания строительства, а Мурзина задержали оперативники Федеральной службы безопасности. За должностное преступление фигуранту дали год условно. На тот же срок ему запретили занимать должности в органах власти. На этом пока все. Если вы сняли происшествие или преступление, присылайте видео нам на WhatsApp номер 8-983-510-2005 или на электронную почту редакции. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме «Экстренный НСК». В студии работала Мария Никитина. Берегите себя. До встречи на ОТС. На этот «Экстренный НСК» Андрей Никитина «Экстренный НСК» Произоляция «Экстренный НСК» Субтитры создавал DimaTorzok